Чем хуже и труднее живется россиянам, тем активнее наше родное государство объясняет им, что бедность – это нормально и даже как-то традиционно для России, а вот все время улучшать свою жизнь и повышать благосостояние – это удел бездуховных англосаксов, давно утративших всякий стыд и скрепы. Росстат высчитал минимум выживания для регионов России и в декабре этого года по Республике Башкортостан этот минимум составил 18 900 рублей. То есть на семью из двух взрослых и одного ребенка – это 56 700 рублей, два взрослых и два ребенка – 75 600 рублей, и семья с тремя детьми из пяти человек должна получать как минимум 94 500 рублей. Кстати говоря, мать-одиночка с двумя детьми также должна зарабатывать порядка 57 000 рублей, и это только для того, чтобы выживать, то есть во что-то себя одеть, заплатить за квартиру, что-то съесть и на чем-то доехать до работы. Больше ничего, ни книжек, ни курсов, ни кружков для детей, ни тем более какого-либо отдыха. Это чистое выживание. При этом башкирский экономист Всеволод Спивак, судя по всему устремившийся вслед за лаврами Рустема Шаяхметова, отмечает, что реальный среднедушевой доход в семьях Башкортостана с двумя детьми составляет 15 000 рублей в месяц на человека. А в тех семьях, где двое детей или трое детей, и вовсе 12 000 рублей на человека в месяц. То есть получается, что семьи с детьми в Башкортостане уже живут ниже прожиточного минимума, который высчитал Росстат. Ну а что же тогда будет, когда в марте пройдут пятые выборы президента на пятый срок президента, истякнут подачки и обещания, а Центробанк разожмет побелевшие костяшки на шее проклятого доллара. Ну и естественно цены взлетят, и вот этот прожиточный минимум в 400 рублей на человека, который сейчас по факту существует, покажется сущими копейками.